Люди в зале Верховного Суда начинают собираться задолго до начала заседаний. В основном это потерпевшая сторона родителей и друзья погибшего подростка. Нервы у всех на пределе. Ну что остается делать? Сейчас надо идти до конца, добиться правосудия. Я бы, конечно, хотела, что сделалось в моем стене, но тоже сделали бы и с ним. Эта история, которая произошла в апреле прошлого года в Большеберезняковском районе Мордовии, без преувеличения шокировала всю республику. 15-летний Олег Пачин с подругой поехали покататься на мотоцикле. Остановились возле леса полосы около села Марьяновка. Оказалось, что это были последние минуты жизни молодого человека. Подросток скончался на месте от огнестрельного ранения. Пуля прилетела из остановившегося неподалеку автомобиля. Стрелял, как чуть позже выяснилось следствие, Игорь Горячев. Он был на охоте вместе со своими друзьями. Свидетели рассказали, и теперь это версии следствия, что Горячев какое-то время наблюдал за жертвой через тепловизор, а потом прицелился и выстрелил. Пуля попала в живот подростку и прошла по внутренним органам. Ребенок упал, истекая кровью, а доктор скрылся с места преступления. Я произвел выстрел не преднамеренно потерпевшего, а предположительно по полу, по глазам светящийся волк, который через деревья пусты, потерпевшего я не видел. Правоохранители квалифицировали это как убийство из хулиганских побуждений. За это можно получить пожизненный срок. Со статьей категорически не согласны родные обвиняемого. Говорят, не мог он такого совершить. Никакого умышленного убийства сын мой не мог сделать. Никаких хулиганских побуждений от него не было и не могло быть. Он воспитан не так. Виноват? Да. Грех на душе у него есть. Но почему умышленный, когда никогда он не видел, не знал этого человека? Говорят, что обвиняемый в момент совершения убийства был трест. Мог ли он и в самом деле перепутать подростка с волком, суду предстоит выяснить. Только вот погибшего школьника его семье ни один, даже самый строгий приговор уже не вернет. Людмила Кусерова, Александр Данилов. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин